А вы еще покупаете винный уксус в магазине? Помню, с детства вкус домашнего красного винного уксуса был совсем другим. У него был приятный вкус и у салатов был отличный вкус. Я не могла дождаться, когда салат закончится, чтобы я могла выпить заправку, оставшуюся на дне миски. Дома у нас всегда было домашнее вино, благо выросла я в Молдавии, где вместо кофе гостям наливают стакан вина. Уксус можно сделать как из хорошего вина, так и из окислившегося старого вина. Есть много разных рецептов. Я знаю один из самых простых и эффективных. Вы скажете, зачем учиться делать его дома? Сейчас в магазинах практически все продукты содержат сульфаты, консерванты для продолжительного хранения. Ну понятно, что отлаживаясь в организме, они ничего хорошего не приносят. Все, что натуральное, это самое полезное. Да и сделанный собственными руками, конечно, он будет одним из шагов в вашем саморазвитии и личном росте. Итак, нам понадобится 2-х литровая стеклянная банка, 2 кусочка толстой пасты типа ригатони. Это итальянская паста, толстая, но вы можете любую поставить. Главное, чтобы она была вот такая толстенькая. Затем нам нужно 1 литр красного вина. Вот у меня 2 баночки. У меня вино старое, уже окислившееся. Поэтому, в принципе, если у вас есть уже старое окислившееся, тоже можете использовать. Можете использовать и свежее вино. Также кусочек алюминиевой фольги. Итак, что мы делаем? Вино аккуратно переливаем, чтобы осадок остался на дне в 2-х литровую банку. Я использую мерный стаканчик. Видите, тут пол-литра. Так, у нас здесь литр вина. Теперь кидаем сюда пасту и закрываем фольгой. Итак, фольгой закрываем не полностью. Оставляем немножко здесь, чтобы винный оксус дышал. Он должен дышать обязательно. Кладем в банку в сухое, темное место. Оно не должно быть холодным. Должно быть достаточно теплым. Где-то температура 23-30 градусов. Обязательно запомните, потому что оно не будет у вас бродить. Держим примерно месяц. Через месяц паста превратится в материнское сусло. И это позволит вину превратиться в уксус. Оно осядет на дно и станет соком уксуса. Когда уксус будет готов, а вы обнаружите это, когда почувствуете характерный запах винного уксуса, осторожно перельем уксус в стеклянную бутылку. Только половину. Вот где-то так половину. Остальную половину оставим. То, что останется, вот эта нижняя половина. Мы можем опять добавить вино сверху. То есть половина у нас уже будет готовый уксус. И нижняя половина с осадком. У нас будет опять-таки материнское сусло, с которым мы можем опять приготовить винный уксус. Это позволит нам иметь всегда свежий красный винный уксус. Так как около месяца он бродит. Поэтому вы за месяц используете вот это количество. Плюс-минус. И опять переливаете в бутылку. И так у вас будет постоянное материнское сусло для винного уксуса. Натурально, просто, вкусно и полезно. Винный уксус очень полезен. Можете найти в интернете все его полезные качества. Не только внутрь, но и для массажа, для волос и так далее. Не буду слишком много разговаривать. Вы все это можете прочитать. Есть открытая информация в интернете. Пробуйте.